Привет! Вы на канале Вадима Карасёва. Если вы ещё не подписались, то самое время это сделать. Приятного вам просмотра! А какой сигнал, по вашему мнению, даёт Остин, Белоусову или наоборот? И в целом о чём свидетельствует их разговор? Ну, не хотят эскалации. Во-первых, познакомиться. Знакомство, так, новый министр обороны. Знакомство. Во-вторых, всё-таки война же управляемая. Да, уровень эскалации так повышается, но он повышается дозированно. Это уровень управляемой эскалации. Поэтому и одна, и другая сторона боятся, что эскалация получит неуправляемый характер. В-третьих, по Атакамсам. Потому что впервые, впервые, министерство обороны, после ударов Атакамсами по Крыму, по Севастополю, возложил ответственность на США. На США. Министерство обороны, затем и МИД. Значит, надо было пояснить. Наверное, Остин и пояснил, что они к этому не имеют отношения, что они там это и так далее. Потому что уже русские сказали. Всё дальше, мы тогда ответим. Да не знаешь, что они будут сразу там бежать за ядерной бомбой, размахивать ядерной дубиной. У них есть чем отвечать. У них Корея есть, Хусиды есть. Так там, Куба в конечном счёте, в конце концов. А главное, у русских есть в чём главное их сегодня преимущество. У них инициатива на линии фронта. А они давят, продавят, давят по всей линии фронта. И они, да, не километрами, но сотнями метров, метр за метром, всё-таки просуваются. Часов Яр, Торецк, Покровск. Зеленский он поехал в Покровск. Видимо, не настолько всё же хорошо. Да. Значит, вот это и главное. Поэтому они делают своё дело. Меньше шума, отвлекалок всякие. Понятно, что их провоцируют на вот эти все вещи. Там склад какой-то подорвали, там НПЗ какой-то. Ну, для них это, знаете как, комариные. Ну, не комариные, ну... Как делал, когда на бычару или на слона какие-нибудь мухи наседают или какие-нибудь обезьяны. Что делает слон? Хвостом. Хоп, и всё. Вот так примерно это и выходит. Поэтому всё как бы для пиара, да. Для медийной картинки, да. Для того, чтобы такие, как Кайла... Как там, Кайя Каллаз говорила о том, что да, военная победа нужна. И пофиг на Украину. И пофиг на украинцев. Кстати говоря, она ещё заявляет, что надо такую военную победу, чтобы на месте России было там 20-30 государств. Нет, нет. Вдумайтесь. Эдуард. А как эти границы будут? Представляете, какие будет война за границей? У кого больше, у кого меньше. Даже начнутся такие внутренние разборки. Есть такая теория. Почему в Европа стала родином воин? И там войны шли постоянно-постоянно. Потому что не удалось сознать единую империю Европы, Карла Великого, после распада Римской империи. И Священная Римская империя, Карла Великого, не получилось. Немецкая нация и тогда не получилась. А получили разделение Западные Каролинги, Западные Франки, Восточные Каролинги. И между ними всё время началась междоусобица. Потом сюда. Тептонские ордена на Восточную Европу, Викинги, остатки Византийской империи. Война всех против всех. Потому что была подорвана возможность единой империи в Европе. В том числе и потому, что Богу-богову, Кесарю Кесарева, дуализм духовной и светской власти. Так. Вот вам папский престол, война папы и государей, князей. Поэтому в Европе война шла постоянно за границы, за религиозные деления. Там католики, протестанты, крестовые походы против неверных, мусульман, там, еще каких-то. Так вот, если сейчас это всё разделить, будут постоянные войны. и это, перекинется, никакой безопасности ни Украины не будет, ни у Эстонии не будет. Кто сказал, что какие-нибудь народы не пойдут потом? У вас, кстати, спрашивали. Сейчас, секундочку. И вот, когда, обратите внимание, вот в Дагестане была, так вот эти все? Махачкала и Дербин. Россия для Европы и для Украины выполняет, очень, одну важную функцию. Она держит безопасность на Северном Кавказе. Сколько там этих народностей в Дагестане? Около 30, даже 39, если не ошибаюсь. Так, там, Лезгины, Авары, куча их. И если там начнется замес, ну, там, Черкесы, я не говорю, это там уже, Карачаево-Черкесская, там, и так далее. Кабардино-Барк, Кабарда, Кабардино-Балкаря. Там же все этносы, они все, кстати, один. Почему Российская империя вынуждена была воевать с Чечнёй, с Шамелём? Чеченским имамом. За, что, территория нужна? Нет, это территория безопасности. Потому что все время шли оттуда. Фронтир. Жизнь на фронтире. Это там, где нет безопасности. Что такое фронтир? Фронтир это прифронтовые города у нас. И часть оккупированных территорий. Они что же там, что, безопасности живут? И тут. Это вот так. Там, где границ нету, страны не находятся в межгосударственных правовых отношениях, потому что они признают границы друг друга. И видят в соседе врага. И так же было в Русской империи, она же так. Вот почему они. Почему грузины в 1801 году пошли под или в 1801, в 1801, так? Под царя. Все спасались от Ирана, от персов. Там же персы, турки. И вот эта вся кавказская рак, армяне. Геноцида армян же не было, геноцида армян. Так? Персы. Почему грузины вынуждены были пойти под? И там же четко в 1795 году, а потом в 1801 году это все было уже как бы оформлено. Там же мы ради защиты, безопасности и сохранения грузинского народа. Так вот, если там бабахнет, бабахнет в Северном Кавказе, это все полезет с юга к нам полезет туда. К нам сюда полезет. Все эти имамы, и ИГИЛы и прочее-прочее. У нас безопасности не будет. Поэтому не будите лихо. То, что есть Россия, она удержит Северный Кавказ и держит как бы территорию прав. Это уберегает во многом наш юг, юг уберегает. Вот проникновение ИГИЛ и так далее. Да, я скажу. Ну, главное тут не ИГИЛ, а главное, что Россия агрессор. Да, агрессор. Но с ними можно договориться, потому что это государство, субъект международного права. При всем, при всем можно там клеймить и так далее. Но это уже публицистика, а не реальная политика. И тем более не рациональная политика. Это для блогеров, тиктокеров и так далее. А если ты реальный политик, ты должен так смотреть на это дело. Поэтому если там допустим начнет это все делиться и так далее, кто-то думает о там мы тогда. А они как полезут сюда, как начнутся межгосударственные межведовые войны за территорию. Там татары будут с башкирами, например, условно говоря. Знаете, вот это уровень сегодняшних европейских элит, так называемых, глобалистских элит, которые живут в своем вот этом вымышленном мире глобализации. Думают, что зонтик НАТО от всего спасет. А Америка это светоч мира, град на холме, который все решит, не решит. Америки сейчас своих внутренних проблем. Да, они остаются сильной державой наиболее мощной мире. Не надо тут сразу говорить о том, что все, Америке конец и так далее. Но слабеет. 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 Не может уже все удержать. Вас спрашивали до этого как раз, Вадим, как вы оцениваете вероятность того, что контролируемая война станет неконтролируемой и недавнее заявление министра иностранных дел Турции. Это он когда говорил, что война в Украине может перекинуться на другие страны и даже перерести в ядерную. Давайте договариваться. Нет, может, да. Но если не договориться, может. Но в принципе, я думаю, что все понимают такие риски. Ну, ответственные люди. Так, не такие, Там или Урсула. Вообще, понимаете, я смотрю иногда на европейских вот этих политики, как-то не радует меня это. Я вот как бы не сторонник гендерного подхода к политике. политики это профессия, а не пол. Так, потому что есть примеры, когда Екатерина Вторая, Меркель, Тетчер. Да? Вот примеры. Дай Бог многим так, ну, мужчинам быть такими сильными и успешными, но сильными политиками. Но то, что я сейчас вижу, какая-то у них кровожадность. Не понял. Это что? Попытка там сеть за длительное столетие патриархата? Фаллогоцентризма? Я не понимаю, как. Взять как бы реванш? Реванш патриархатский? Или как? Ну, шутка, конечно, но в принципе я смотрю, что они очень это, такие все боевые. Двоевничие. Двоевничие, да. Просто аж как бы это, не надо. Не надо. Надо быть более рациональными. Видимо, тут как бы есть фактор пола. Конечно, мужчин тоже есть таких много. Истеричек, как говорится, истероидного типа. Но политика и война это рациональное дело. тем более в мире бушующих иррациональных масс. В мире низовой эмоциональной политики. Потому что сейчас все вовлечены в политику. Все. Любой человек там, даже если он какой-нибудь там непонятно кто, все равно он интересуется политикой, точнее, живет в политике, потому что медиа сегодня, даже в ТикТоке каком-то, Галимом, все равно про какую-то политику там идет речь. Даже человек, который не разбирается в политике, он все равно своим долгом считает что-нибудь сказать. А политичным у нас в наше время невозможно быть. Невозможно быть, совершенно верно. Тотально медийная среда. И она захвачена политикой. Поэтому на низовом уровне масс политика приобрела эмоциональный клик бейтный, кликабельный и рациональный эмоциональный характер. Так вот, в этом мире бушующих масс политизированных задача элит контролировать. Все-таки, чтобы политика сохраняла ядро рациональности своей, интереса, интенции. Интерес это рациональная вещь, потому что интерес в чем заключается? Выгодно, невыгодно. И сдержки затраты или результат. Затраты цена. Поэтому, когда вы ориентируетесь своей политике на интересы, то вы объективно уже становитесь более рациональным. Когда вы в политике начинаете ориентироваться на ценности, я демократ, а он автократ. Я европеец, а он азиат. Или я белый, он черный. Или наоборот, сейчас я черный, он белый. Все. Тут интересов нет. Тут эмоции, ценности. А это уже не договоришься. Потому что если ты считаешь, что ты европеец, а он азиат, и ты выше, хотя, тут уже надо, скажем так, говорить, ну, это же не объяснишь. Ну, потому что мы европейцы, у нас за нами это. Так, а против нас орки, орды воюют, а мы тут такие все. Это уже все, это не про рациональность. Это уже до конца, потому что это война уже становится не война государственных интересов, или война за интересы безопасности, или война за национальный интерес, а это уже экзистенциальная война. Потому что демократия должна победить авторитаризм, да или нет? А Европа должна, европеизировать мы должны всех или нет, чтобы они были такими, как мы. Ну, и так далее, и так далее. Это к чему? Что в этом мире эмократии, не демократии, а эмократии, эмоциональной, власти эмоций, задачи у элит, у тех, кого выбирают в элите, не усиливать эту эмоциональность, эту иррациональность, эту гормональность, а наоборот ее хорошо-хорошо ее управлять ею, темперировать, чтобы она не вылазила там, где много не надо. Управлять ею, контролировать эти эмоции. Мы что, тоже себя умеем контролировать, когда надо? Ну, каждый человек умеет контролировать свои эмоции? Ну, не всегда. Только сумасшедшие не контролируют свои эмоции. Любой человек, или это чувство страха, он сразу контролирует свою эмоцию. Но если он слабый, наоборот, у него может сорвать крышку, да, крышу может сорвать, если чувство страха, там, бомба, и так далее. Ну, я думаю, каждый водитель, когда садится за руель, Правильно. Нет. Или человек чувствует какую-то, скажем так, опасность для себя. Так, между прочим, вся история европейская, например, и история вообще человечества, это история борьбы с иррациональным началом. Подавление иррационального начала рациональным. Кстати говоря, весь фрейдизм на этом и вся теория сексуальности его. Но, чтобы эту тему, так сказать, не заводить, там дальше лекционный какой-то курс, Ницше, Фридрих Ницше, сказал очень важную фразу в свое время. Что такое память? Память – это сознание боли. Приторкните, например, приторкните к чайнику горячему. Ребенок не знает, что такое. Но когда он получает ожог, память у него на всю жизнь. Нельзя. Это горячо. Сознание, что хорошо, что плохо, что нельзя – это память боли. Поэтому во всей истории человечества были казни, были телесные наказания, были телесные стигматизации, отрезали варам там и так далее, что надо, а девушкам низкого социального поведения клейма ставили, а сейчас все хотят быть в тату. Пошли дальше. Интересный вопрос, Вадим Юрьевич, а не, сейчас мы еще к нему дойдем. А сейчас все тату должны быть. А сейчас тату. А сейчас только тату. Все хотят клеймо, чтобы поставили, стигматизировали их. А сейчас песня. Кратко по поводу еще соглашения. Украина и Европейский Союз сегодня могут подписать соглашение о гарантии безопасности. И тут главный вопрос в том, чем это отличается, скажем так, теми соглашениями, которые были ранее индивидуально, напрямую ТЭТОТЭТ подписывались, а тут уже общая Украина и ЕС. Но там есть один такой момент, что не обязуются, все страны Европейского Союза обязуются предоставлять помощь Украине, несмотря на возможные внутренние институциональные изменения. То есть, если там поменяется, например, власть. Ну, во Франции придет, например, национальное движение Марин Лепен и Джордан Бардела. Они же могут поменять по Украине помощь, например. Конечно. Так вот там записано, что Европейский Союз дает клятву обязанное, что такого не будет. Да будет такой. Потому что это еще одна власть, еще один рычаг давления Брюсселя на так называемых национальных элит-суверенистов. Потому что сейчас главный раскол в Европе будет по линии глобалисты-элиты. Элиты-глобалисты и элиты-суверенисты. Ну, там Орбан, например, Финца. Сейчас Лепен и Джордан Бардела. Найл Фаренш, который сейчас занимает второе место по опросам на выборах в Британии. Ну, хотя это не Европейский Союз, но тем не менее сдвиг. В Голландии, кстати, история не закончилась с выборами. Там хитро сделали с этим Рютой и так далее. Как его? Вандерс, который выиграл выбор правый. Пока не пустили во власть. Или альтернатива для Германии. В Германии. Кстати, ХДС тоже. Вот тут, хотя они, конечно, больше глобалисты. Но посмотрите, что Мерц, преемник Меркель, недавно заявил. Чтобы, наверное, надо пересмотреть концепцию помощи Украине. Поэтому они сейчас решили вот так. Но, в принципе, это... Ну, смотрите, это ни о чем. Нет, ну, что-то дает, конечно. Особенно если Трамп придет к власти. В Соединенных Штатах Америки. Вот, кстати, это следующий вопрос. Вадим Юрьевич, а как вы считаете, Трамп будет специально поддаваться Байдену на дебаты, чтобы не выиграть с явным преимуществом, чтобы Байден все-таки оставался в гонке, а чтобы Байдена... Ну, и чтобы Байдена не поменяли на другого кандидата. Нет, это слишком заумно. Это слишком... Все намного проще. Это два. Политика. Эгоцентристы. Но если еще Байден это игрокоманды, то Трамп это сам себе режиссер. Поэтому нет. Его задача унизить Байдена. Вот на это. А он не думает о том, остановит это или не остановит это. Тем более мы не знаем до конца, как там решат демократы. В каком виде. По крайней мере, я думаю, что они все-таки сделают его Байдена... Подготовят. Ну, с физической точки зрения. Для того, чтобы он эти дебаты... Нормально. Потому что тогда можно другую логику. Смотрите, вот там сидит Обама, Клинтон и решает. Давайте, наверное, деда этого ссольем. Для того, чтобы на съезде вместо него выдвинуть кандидатом президента, губернатора Калифорнии, Гьюсома. А вице-президентом пойдет Барак Обама. Вице-президент он может. И фактически рулить. Тот же неопытный вообще. Все завалил. Был мэром Сан-Франциско, все завалил. Там Сан-Франциско превратили этот город. Наркоманов. Наркоманов и голубятни сплошной. Так, и в Калифорнии тоже. Оттуда все уезжают сейчас в Калифорнию. Стараются уезжать. Но нормальные люди оттуда валят, потому что... Кругом, как говорится, или наркоманы, или еще что-нибудь. Но, тем не менее, он популярен. В демократической среде. В среде электората. Левасского вот этого. Но он неопытный. Но Обама, вице-президент, может как бы управлять. Так вот. Разве это... Они что, не понимают, что... Это позор будет. Проигрыш Байдена. Такой, как бы, визуальный. Позорный проигрыш. Это ж позор на них. Позор на демократическую партию. И у них даже шансов... И поменяв Байдена, шансов не будет. Это уже будет показатель слабости демократов. Ну все. Поэтому нет. Это никто так не думал. Все достаточно серьезно готовятся к этому батлу. Столетия, как говорится. Эдуард, пожалуйста, передайте мое признание Вадиму Юрьевичу. Его взгляд и оценка событий на мировой арене всегда очень здрава. Спасибо вам большое, Оксана. Вадим, согласны ли вы, что фраза «наслаждайтесь войной, потому что мир будет ужасен» очень подходит к нашему времени? Ну что это за херня? Ну как можно наслаждаться войной? Смертями наслаждаться? Так это некрофилия. Извини, да человек некрофил. Кто так заявил? Наслаждайтесь смертью. Наслаждайтесь отсутствием света. Наслаждайтесь разрушениями. Наслаждайтесь расколами в семье. Что часть семьи живет в Европе, часть здесь. Разъединение семей. Наслаждайтесь постоянным вот этим сумасшествием, потому что война – это истероидность. Она поднимает… Война – это как камень, брошенный в какой-то застывший пруд, который поднимает наверх всякую муть, грязь. Она же поднимает, эта волна поднимает. Да, есть и героическое, но трагического больше в войне. И когда героизируют войну, но героизируют победители, победу свою, потому что на этой победе потом живут этой победой и управляют еще несколько десятков лет. Наслаждайтесь миром, пока он есть. Потому что хуже войны ничего нет. Война – это постоянно унижение, это постоянно грязь, мразь, темнота. Потому что мир – это жизнь, а война – это смерть. Не будьте некрофилами. Будьте жизнелюбами. Агарно. А? Агарно звучит, Вадим Юрьевич. Да, в рифму. Как вы относитесь к изменениям от Лукашенко? Я так понимаю, это по поводу кадровых перестановок, друзья, да? Не знаю. Лукашенко собрал совещание, и он сейчас быстренько где-то у него. Главой администрации Лукашенко стал Дмитрий Крутой, и министром иностранных дел стал Максим Рыженков, и также вице-заместитель по вопросам МВК Юрий Шулейк. Ну, там несколько таких. Я не знаю, честно говоря. Я знаю Игоря Крутого, а этого Дмитрия Крутого не знаю. Это тот, который был послом в России до этого? Да? Да. Интересно. Я знаю Игоря Крутого, который является композитором жизни и любви. Я люблю тебя до слез. Да. Вадимир Юрьевич, как вы считаете, тонкая риторика подалека, сыграла ли она на руку российской пропаганде, когда он сказал о том, что в Крыму не должно быть туристических мест и пляжей и так далее? Сыграла. Первое. Во-вторых, знаете, что бы он ни сказал, все равно можно перевернуть. На той пропаганда. Даже если бы он сказал совсем другое, все равно перевернули. Но в первом случае он дал повод. И больше вероятности, что перевернул. Не давать повода еще. Да, не надо давать повода. Знаете, тоже война – это еще самоцензура. В хорошем смысле этого слова. Вы не должны тут делать из себя правдоруба. Потому что вы можете неосторожным словом нанести вред себе, стране, другим. Ну, сказал там неосторожное, например, сказал, что там где-то он видел передвижение войск, например. Во-вторых, не надо, когда война, не надо разжигать страсти. Люди так устали. Люди так все время на грани срыва. Я не видел одного человека, который был бы доволен тем, что войной. Честно, что война. Вот я, у меня референтная группа. Кто меня не видит, ну, когда закончится это все? Спрашивают, когда закончится? И если я говорю, ну, надо еще сразу как бы так разочарование. Хотят услышать от меня, что вот-вот она закончится. Да, она закончится в этом году. Вот-вот. Ну, в истории вот-вот это не сразу, не завтра, не послезавтра. А послепослезавтра, может быть. Вот, поэтому всегда надо быть, ну, аккуратным выражением. И это тут хлесткость не должна превалировать. Вот и все. Поэтому я, честно говоря, люблю студия, потому что многие сейчас же не живут, а живут где-то за кордонами. И оттуда они такие все смелые. И не потому, что, там, допустим, там, мы, я боюсь, например. Просто я живу в этой среде. Я живу с людьми рядом, которые проживают эту войну. Одно дело, ты сидишь там где-нибудь в Словакии, в Чехии, в Италии, в Амстердаме. Ну, да-да, там все нормально, мирная жизнь. Ты ее не чувствуешь. А когда ты здесь, ты чувствуешь. Поэтому тут, во-первых, что такое правда. Есть объективность какая-то. У каждого своя правда есть. А вот если ты там начинаешь на кого-то гнать, что генералы плохие, их надо убрать. Там сырский, да, он закончил. У него родители живут во Владимирской области и так далее. Ну и что? Карл Маннергейм, основатель финской нации, или Скоропадский, служили при дворе Николая Второго. Маннергейм был шведом этническим, но построил финскую нацию. Ну, так всегда в мире бывало, в истории. Что инородец строил нацию другую, же Сталин грузин, например. Советскую нацию построил. Ну, Советский Союз, например. Так всегда было, что неэтнический, скажем так, автохтон, аутентик автохтон, он был основателем этой нации и так далее. Ну, так всегда было. Поэтому это еще не показатель, что он там плохой генерал, или, например, он какой-то там лазутчик. Жизнь такая сложила. Он служит в стране, главное. Он прикрепил, служит в стране или нет. Он квалифицированный генерал или нет. Мы уже прошли это время, когда знание языка было ключевым. Английский язык. Я называл их переводчики политики. Их брали в политику, потому что они переводчики, хорошо знали английский язык. Ох, это вот наконец-то у нас умный премьер-министр. Он знает английский язык. Я так о Порошенко слышал. Нет, ну я Порошенко он компетентный человек, при всем при том. Но когда мне про других говорили, Порошенко компетентный человек. Он профессионал, компетентный человек. А когда английский язык. Английский язык, значит, он не отсюда. Этот человек, который бравирует, что он знает английский язык, это элита оттуда. Как говорил, писал один французский социолог Гудхарт. Он разделял элиту на отсюда и оттуда. И эти часто, когда бравированы на английский язык или там ездят, это люди не Украины. Это случайные люди. Им Украина пофиг. Они не думают про Украину. Они живут уже там. В космополитическом мире. Вот почему для них английский язык, это так важно. Это их родной язык. Родной язык. Не украинский. А английский язык родной. Кстати говоря, и политикам тоже надо. Конечно, на английском я хорошо. Президент наш хочет показать, что он знает английский язык. Говори всегда на государственном языке. Переводчики есть для этого. Если переводчик неправильно перевел, ты его поправь, например. Скажи, нет, не так. Там надо и так знать. Поэтому вот это вот, что второй государственный язык английский, редкая хрень, между прочим. Нельзя это делать. Если же против русского, пусть остается один официальный государственный язык украинский. Зачем какому-нибудь там чиновнику знать английский язык? Чтобы он как бы там читал лучше, там техническую литературу какую-то. Ну, может быть. Но для этого не надо вводить законы, принимать закон такой и так далее. Это значит, вы дали сигнал, что для вас важен глобальный мир, а не свой национальный мир. Вадим Юрьевич, в заключении кратко спрашивают еще зрители, как вы думаете, нужно ли сейчас уже готовиться к мирной жизни или пока еще рано об этом говорить, поскольку абсолютно наша власть не думает и не говорит о будущем Украине, а только все о победе сегодня. Хороший вопрос и в том смысле хороший упрек, правильный упрек, своевременный упрек. Мы как-нибудь надо поговорить о будущем. Давайте с вами возьмем такое обязательство, что будет. Во-вторых, всегда надо готовиться к миру. Всегда. Потому что если вы не будете желать мира, готовиться к миру, он никогда не наступит. По крайней мере у вас. Во-первых, во-вторых, вот увидите, все наступит внезапно. Так что будьте готовы. Мирной жизнью. Продолжение следует...